привет друзья так я включил вообще звук туда включил привет друзья сегодня у нас был большой перерыв у нас было много работы бла-бла-бла я уже сто раз это говорил всем извините всем пардон да вот так вот получилось сегодня я хотел бы отснять немножко другой материал но тут немножко вот наболела наболела сильно и нужно поговорить нам продолжение мошеннической темы о другой стороне силы о потребительском экстремизме не так давно у нас произошло прямо сразу несколько неприятных случаев связанных именно с этим потребительским пресловутым экстремизмом то есть в пику тем не хорошим продавцам которые обижают покупателей и наказывают их на деньги пользуюсь их доверчивостью существует и обратная сторона этой силы это потребительский экстремизм то есть будучи продавцом моей ситуации произошло несколько неприятных случаев в частности когда ну один из последних это машина под названием ford s-max к сожалению имени героя я не записал потому что она была в договоре я доблестно его забыл вот привет ему если он меня видит этот товарищ значит оплатил нам агрегат за несколько этапов меняли моему мотор на ford s-max ставили мотор от volvo потому что это была машина ст типа спортивная такая очень фордовском мире там стоит двух с половиной литровый турбомотор от volvo ему поставили шикарнейший мотор с очень маленьким пробегом человек взял прыгнул за руль когда ему показывали готовую работу и слинял не оплатив заказ наряд по замене агрегата не оплатил масло антифриз и все остальное прочее просто прыгнул за руль и уехал и таких случаев в принципе было достаточно много наше законодательство совершенно никаким образом не хочет бороться с этими людьми дальше был случай когда когда мы собственно идя на встречу потребителям старались сделать всем приятно и брали оплату за агрегат только по факту установки когда уже он был установлен заведен проверен была ситуация господин у нас работает гибдд вот его фотографию попрошу илюшу вставить в данный контент зовут его олег вот он живет городе домодедово вот если кому-то интересно могу дать его контакты фотографию опять же сейчас вот илюша вставляет вот сюда вот здесь вот фотография а этот господин наоборот оплатил услуги заказ снаряда а вот коробку вариатор стоимостью почти в 70 тысяч рублей он оплатить отказался равно как и вариаторное масло мотивировав это тем что мы хотим его обмануть вот после этого замечательный человек свалил свой город домодедово на звонки он отвечал и сказал что ребята идите в суд я пошел в гаи точнее в гаи в милицию до суда пытался написать заявление относительно мошенничества зная имя фамилию отчество и номер паспорта этого господина нет вру номер паспорта не знал номер машины знал да милиции мне промурыжили почти полгода и выдали мне отказ возбуждение уголовного дела сказали идите в суд придя в суд я проконсультировался с тамошними юристами они сказали что дело абсолютно проигрышное потому что деталь которая продал человеку был и доказать мою собственность на эту деталь невозможно потому что она как минимум не номерная а как максимум она был соответственно силовым методом снять эту деталь с машины клиента который уехал я тоже не могу удержать клиента я тоже не могу вот такой вот у нас абсолютно бесполезно и бессмысленное законодательство и исполнительная власть вот соответственно к чему это все весь разговор к тому что этими примерами я хочу обрисовать картину что мошенничество развита в нашей стране не только в отношении потребителя но и в отношении продавца соответственно поскольку я знаю что нас смотрит некоторые из поставщиков услуг данной средств сфере ребята будьте осторожней подонков намного больше чем хотелось бы даже среди тех кто попал неприятную ситуацию и приехал к вам со своей проблемой даже они хотят вас кинуть и хотят сделать так чтобы всем было неприятно также такие же варианты возможны после ремонта когда человек просто прыгает свою машину часто приезжают со вторым комплектом ключей ночью до соответственно мы теперь во первых не выдаем машины хоть он дерись то есть вплоть до того что пусть вызывает милицию делать все что угодно пока у вас есть закрытый заказ нарядом автомобиль стоящий у вас сервисе принятый на ремонт вы имеете право в общем-то его удержать даже силовыми методами просто закрыв ворота повредить вам ворота он в общем то не имеет права да и вряд ли сможет будьте бдительны и да кстати большое спасибо моим подписчикам которые обратились ко мне правда немножко поздновато вот и я узнал несколько новых имен мошеннических организаций в москве теперь они хотят меня побить или избить или проломить мне голову я правда точно не знаю недавняя ситуация люди заказали агрегат стандартная схема мотор не прошел тест привозят другой ребята слава богу позвонили мне я приехал мы посмотрели вместе агрегат он оказался в мало того что не от той машины так еще и сильно уставший а стоимость была завышена в два с половиной раза ну то есть речь шла о моторе 2 гр если кто знает это toyota camry toyota highlander rx 350 и так далее мотор этот собственно был привезен людям с highlander мне от хайлендера от camry соответственно требовал переделок ну и соответственно мотор от camry по городу стоит где-то в районе 100 120 тысяч а им его привезли за 260 а после того как ребята отказались платить им стали угрожать то что к ним приедут коллекторы и выбьют с них эти деньги вот так вот весело у нас сейчас происходит вся эта история знаю что это видео не наберет миллионных просмотров но я надеюсь что кому-то она поможет ребята вам удачи подписывайтесь ставьте там что-нибудь что вам нравится всех благ потный такой человек переодевается стоит эту банку на ее растрясает такой открывает с таким наслаждением выпивает эти пол-литра